всем привет добро пожаловать на мой канал снимаю очередной хобби блог хочу показать что сегодня крашу на самом деле крашу уже давно вчера сегодня но так как там уже все раскрасила иначе будет не интересно уже показан за месяц раскрашенная покажу что в данный момент крашу в звездных войнах раскрашивать эту вот иллюстрацию на страничке 49 даже скажу как называется так по станции планеты ход как-то вот так она должна выглядеть но тяжеловато здесь подбирать оттенки я крашу в основном faber castell брошами но иногда в помощь как вы уже понимаете и штейдлер и и faber castell фломастеры в общем палитры у них очень тяжелые в этой раскраске очень много серых тяжело порой подобрать ну в общем крашу пока вот что раскрасила буду сейчас красить дальше как всегда мне нельзя давать в руки эту раскраску хотела раскрасить одну иллюстрацию в процессе раскрасила но в итоге 2 потом пока болтали сырая нам показала что она красит вот эту вот 49 страницу и ир привет ну и понятное дело мне тоже крайна вот пока красила поняла что у меня закончился вот этот вот браш пен это у нас индастриан blue 247 оттенок и я решила но он знаете как то вот странно пишет вроде так когда совсем вот так медленно вроде еще пишет но как только начинаешь шустрее он вот пишет но если сейчас на большой площади он резко вот видите уже не пишет в общем по всей видимости заканчивается я решила сходить магазин повторить его этот браш купила повторила мне очень нравится я очень активно пользуюсь этим цветом и 2 индига оттенок тоже им постоянно пользуюсь поэтому повторила ну и было пока в магазине увидела вот такой вот оттеночек априкот 116 номер поняла что у меня такого оттенка нет ну понятное дело решила взять вот так вот он выглядит мне что-то сегодня неудобно честно говоря как-то камера стоит в общем решила взять ну и собственно я не пожалела потому что в принципе он частенько бывает нужен особенно когда красишь вот лицо видите они в палитре здесь ну может быть плюс-минус темнее светлей но к сожалению идеальных не подберешь на бумаге все-таки цвета отличаются от фломастеров маркеров поэтому взяла уже по принципу крашу знаете максимально похожие оттенки ну вот буду сейчас продолжать красить допустим может что для ра тоже такая вот особенность есть я начала красить взяла вот такой вот оттенок виде колпачки он прям голубой там голубой но по факту даже по самому этому видно что он явно не голубой видите я надеюсь вам видно такой вот оттенок ну собственно говоря вот его видно по сути что-то подобное должно было быть вот такого цвета и вроде как он даже такого тоже стержень видите это кучение как тут может быть ошиблись но суть в том что этот прям такой видите зеленый ну и кстати один и второй такое чувство что они то ли сохнут то ли заканчиваются разочаровали как-то штейдлеры единственный плюс которая для себя выявила в них это вот по крайней мере вот в этой точно раскраски тонкие линии прям хорошо прорисовывать вот этим вот капиллярным кончиком единственно некоторые очень жесткие как игла прям царапают его трогаешь чувствуется как ты красил но никуда не денешься в данном случае он еще и помимо того что тонкие царапают он еще как-то слегка плешивил как будто как я уже сказал заканчивается а широкий пишущий узел что я запуталась сегодня широкий пишущий узел он ну как будто вот как я уже сказала как будто заканчивается вообще видео мало рисует плохо как-то плешивит в общем как будет так будет не знаю что происходит может пока мне два месяца не было какие-то начали подсыхать ну что поделать будем довольствовать с тем чем есть к сожалению они все-таки просвечивают даже ебского протекают штейдлеры не критично тем более здесь светлый такой светло-серый если что я уж надеюсь что перекрою с обратной стороны ну и что буду сейчас дорисовывать посмотрим что получится у меня так продолжаю свой хобби влог я уже докрасила здесь иллюстрацию что-то как-то увлеклась и уже ее доделала за вне камеры так скажем но уже покажу все работы работал за месяц а иначе будет просто неинтересно смотреть по плану еще много что хотелось бы раскрасить я уже собственно говоря много раскрасила успела у меня сейчас остается геоморфузы мы здесь красим сырой решили красить какие-то по порядку надо будет склеивать сидеть и разваливаться начинать на перфорации в июне вот красили этот раз вот кстати здесь синим обведено я не знаю почему камера так высветляет кажется что не раскрашена единственное вот я все думаю акварелью или все-таки пастелью сделать все-таки какой-то такой голоденький что ли фон а то как-то белесое все в июле был у нас вот такой разворот да что ж я эту камеру никак под себя не настроим мы здесь красим ну и собственно говоря в этом месяце у нас вот такой вот рисуночек иллюстрация кому как удобно кому как нравится вот такая вот картинка я честно говоря в небольшом таком смятении потому что я не знаю как это раскрасить никаких таких супер-пупер идей у меня к сожалению нет поэтому да даже не знаю что с этим делать как это красить и что не совсем даже честно говоря как-то понимаю что этим хотел сказать нам кербер как-то небось здесь еще можно как-то понять да вот такие вот иллюстрации то на в это я честно говоря не знаю что брать за основу как красить не то чтобы не знаю я скорее правильнее будет сказать я не знаю что я хочу конкретно здесь вот как-то все печально у меня с этой иллюстрации но буду сейчас думать и вот у меня еще здесь такой момент что некоторые я не уверена что у меня получится то что я хочу сказать точнее даже да я сказала правильнее будет сказать я знаю что хочу но не уверена что я это поселю скорее всего карандаши будут от висты акварельные эти мне нравится как они работают нравится как они смотрятся в работе и поэтому скорее всего в первую очередь это будет виста акварельным а потом уже все остальное не знаю как мне бы хотелось все в одном цвете плюс-минус хочу вот попробовать слушайте точилку она шикарная просто огромная я прям балдею от этой точилки рада что я ее купила вот отлично точит я даже не знаю как это все распределить что из этого сделать как она у меня должна быть мне бы хотелось как-то все в одном цвете но не уверена что у меня это все будет так вот так как я это в голове вижу честно говоря даже не знаю как не подступиться и как ее красить в общем знаете как-то вот пугает немножко я еще давно не красила фактически больше двух месяцев я не брала в руки именно карандаш и если подним ножку красила то фломастерами и поэтому еще наверное тоже с одной стороны вроде как соскучился с другой стороны отвыкла будем сейчас вместе с вами к этому возвращаться кто скажет надо как это так она отвыкла ну вот как то вот так обожаю этот оттенок у висты я думаю кто меня смотрит уже знают он у меня постоянно присутствует здесь по крайней мере точно могут не знаю что без ней буду делать скорее всего буду повторять эти карандаши ради некоторых оттенков потому что они действительно классные и очень часто нужны именно здесь таких вот моментах которых мне нравится именно ими красить не знаю надеюсь что у меня получится то что я задумала то что я хочу не уверена конечно ну будем стараться буду пытаться добиться того результата которую мне хотелось бы добиться но не уверена мне бы хотелось чтобы вся иллюстрация была как-то вот в едином одном цвете не знаю будем сейчас с вами пытаться это все сделать ну максимум плюс пару тройку еще сюда цветов добавить но как как основной это будет наверно этот свет мне бы по крайней мере этого хотелось не знаю что получится вот вообще какое-то не карандашное настроение как вот приехала пока что она какое-то не карандашное я несколько раз уже садилась вроде даже пару иллюстрации сделала карандашами и даже некоторые мне нравится я сказала вполне удачные но что-то вот мне больше хочется последнее время что-то проще красить что-то фломастерами красить такое знаете по номерам наверное сказывается небольшое такое расстройство из-за осени что лето уходит проходит она и так как-то пролетела мы его не заметили по крайней мере я особо не заметила ну вот наверное все дело еще в этом хотелось бы еще ну хотя бы месяц лета где-то в других городах наверное этот месяц еще будет присутствовать как минимум здесь уже его не будет однозначно уже начала холодать потихоньку температура падает и так здесь его особо и не было ну и тем более уже навряд ли будет еще есть надежда на бабе лето но это день-два немножко не то как-то принимает очертанием уже рисунок ну хватило бы карандаша слушайте на на вот это вот все хватило бы его потому что помимо он акварельный как я уже сказала и большая часть конечно же наверное размоется не бы хотелось по крайней мере чтоб так было но все равно еще добавлять не знаю посмотрим может быть я достану ингтенция еще попробую еще и ингтенциями это все дело добавить такой какой-то яркости что ли дело в том что мне интенс это не все в наличии я так для себя решила потихоньку по чуть-чуть докупать до заказывать оттенки потому как у меня полный набор все они не особо то нужны я для себя сделала хороший вывод что все-таки нужно брать карандаши знаете основные оттенки и к ним докупать интересующие цвета потому что когда покупаешь вот у меня полихромосы до призмы полный набор но не все оттенки используются если там 1 5 лет какой-то оттенок нужен его можно собственно горячим то другим заменить даже не нужно ябского бережка за одну используешь поэтому смысл переплачивать набирать какие-то огромные наборы которые потом негде ставить все-таки практичнее и правильнее будет брать поштучно интересующие в планах все таки не то чтобы я сказал даже в планах скорее это в хотелках еще карандаши это пару морок попробовать интересно было бы но опять же не не интересует полный набор за бешеные деньги как бы купить можно но смысл опять же как я уже сказала потому как полный набор не используется вот я на пробовалась на тестировалась я надеюсь вам видно уже уже более обдуманные покупки более обдуманные какие-то хотелки ради видео набирать все подряд раскраски карандаши и так далее не хотелось бы не считаю это правильным кто-то может наоборот по-другому считает но это понятное дело право каждого я как-то для себя решила что ради роликов и просмотров нагребать все подряд а потом сидеть избавляться от этого смысла нет трата бесполезно лучше уж как-то обдуманно купить понятное дело что хочется попробовать все бывает смотришь ролики девчонок и тоже думаю шоу я тоже хочу но я держусь девочки как я говорила у меня диета причем во всех отношениях диета и в плане косметики и в плане теперь уже канцелярии раскрасок мне такая вот хобби диета тоже в данном случае я так все подряд не беру сейчас все таки хотелось бы немножко притормозить остановиться ну может быть чуть позже будет еще какие-то покупки я подумаю потому что как я уже сказала хочется много чего купить много чего попробовать что-то купить очень хочется потому что у других есть но я же понимаю что это все такое временное явление и уже потом по по мере того как ты это приобретаешь начинаешь понимать что да но особо то и не нужно было и можно было взамен там раскраски купить допустим как это творческим делали еще что-то ночью не тороплюсь скажем так хотелось бы не торопиться все-таки обдуманно делать покупки и ими пользоваться они перебирать их туда-сюда ради ролика и ради просмотров а все таки грамотно и пользоваться тем что у нас есть уже непосредственно потому что допустим у меня очень много уже раскрасок которые мне очень нравится и очень хотелось но я уже понимаю что физически не могу их всех раскрашивать меня уже не хватает ни времени нет на них поэтому решила притормозить что тоже неплохо иногда себя надо ограничивать все таки в хотелках дабы не зарасти хламом ненужным потому что бывает знаете так смотришь на шоу хочу эту раскраску я буду красить по факту потом она лежит а через время вообще понимаю что зачем я ее брала и выясняется опять нехороший момент что ты ее брал исключительно потому что чтобы снять видео показать и забросить я так не хочу хочу все таки чтобы они все работали и поэтому пока что буду стараться по минимуму покупать этих раскрасок и карандаши ну карандаши скорее больше будет и маркеры покупаться вот как у меня на днях было по надобности по мере того что закончился это не все допустим faber и да мне они очень нравятся эти броши я с удовольствием и накрашу везде они не протекают они хорошо рисуют мне нравятся и оттенки такие более натуральные что ли в отличие от других и я их буду по мере того как они будут заканчиваться время от времени докупать но уже что-то другое она вряд ли так активно буду брать потому что начала замечать что даже очень хороших материалов меня уже достаточно вот но это я говорю о своих планах кто-то может наоборот планирует еще больше с новой силой брать что тоже в общем что если есть возможности и желание то почему нет вот болтаю сегодня с вами не совсем такие глобальные темы на иногда хочется просто знаете ни о чем так скажем поболтать вот так получается я не знаю пока не скажу что мне не нравится ну и знаете не совсем что я все-таки в восторге я посмотрим что в итоге получится по крайней мере хоть немножко отделим одно от другого потому что в некоторых моментах я еще не совсем где тут что я смотрю тут и зверушки на камнях и девочкой какие-то то ли зайцы то ли что это не знаю что даже есть дракон не пойму что это какие-то даже не зайцы я бы сказала какие-то лисы надеюсь видно потому что отсвечивает зараза и конечно сейчас будем это все дело немножко отделять чтобы не так все сливалось а дальше посмотрим вот единственное что придется купить и не совсем это будет правильная покупка это скорее всего вот эти вот набор висты акварельный вот как я сказала по причине того что мне очень нравится здесь оттенки выборочные к сожалению у нас поштучно нет магазином в магазин точнее магазин то есть поштучно в магазинах нет этих вот карандашей всех как у допустим в питере в москве в этом плане конечно очень здорово что там можно прийти и потестить и купить поштучно карандаши фломастеры маркеры да все что угодно девчонки привет маша ира девчонки как раз по счастливой случайности как раз живут в питере в москве и вот у них есть возможность пойти поштучно купить потестить у нас такого нет у нас только лира магазине там чуть-чуть color soft по моему в общем совсем чуть-чуть поштучно есть несколько несколько марок но они не особо интересуют в данном случае вот у висты как я уже по крайней мере у этого набора в котором мне очень нравятся оттенки к сожалению нет маркировки нет нумерации ничего нет то есть вот видите просто вист артиста и все и как бы поштучно даже заказать я даже не знаю как я даже пыталась как-то показать или не карандаш но вот к сожалению очень сложно как его купить не знаю ни номера цвет не название цвета где-то я уж так приблизительно на свой как говорится глаз называю этот цвет допустим мне очень нравится увисты вот этот вот не серый ой ничего не коричневый не черный он какой-то ну наверное что-то типа сепии но опять же не уверена здесь вот тоже видите не синий не зеленый но он очень классно и для воды для неба хорошо подходит можно им играться ну на мой вкус может кто-то скажет ерунда наоборот неправильно но мне очень нравятся эти оттенки и вот особенно в средиземье и здесь вот в кербе они очень меня частенько присутствуют но купить их так что вы тут вот камень или все-таки это не камень в общем вот видите я же говорю тут некоторых моментах не понимаешь что это прям совсем вот поэтому собственно гря и решила что надо для начала все таки закрасить эти моменты хотя бы там будем размывать в общем все как всегда поэтому да придется скорее всего купить еще один набор другие оттенки тоже по чуть-чуть потихоньку я тоже использую но не так активно как эти они почти как новые вот эти у меня прям совсем-совсем зеленый вообще закончился уже ушел к лица в помойку потому что уже бы невозможно было его никак и ничем поточить вот эти еще пока живут очень хорошие карандаши я сначала мне это мои первых наверно акварельный к такой приличный набор где прилично оттенков не сказать что много но достаточно и плюс они акварельные мне муж привозил с москвы как раз таки по моему со с леонардо леонардо он покупал вот когда начала уже более так много к раскрашивать активно таких вот раскрас очках уже более интересных я думала как-то не оценила сразу его мне хотелось больше разных карандашей но со временем вы знаете я поняла что очень даже хорошие карандашики и вполне достойные и как я уже сказала появилась даже очень много любимых оттенков вот так что незаслуженно я поначалу к ним так скептически отнеслась поэтому кто думает не бойтесь карандаши даже очень неплохие я не знаю как обычные но вот и конкретно эти акварельные мне прям очень нравится так ну что где у нас я надеюсь вам видно где у нас еще можно под добавить вот не знаю насчет вот этих то ли более темными сделать то ли еще что-то колонны буду думать пока что будет так там посмотрим ну пока что как я и говорила это будет все в одном цвете в общем вот так вот движется моя работа времени уже конец месяца хотелось бы конечно уже успеть его докрасить пока не уверена получится ли но будем надеяться вообще привыкла красить знаете не торопясь более как-то медленно что ли осознанно тут конец месяца так как у нас это совместно и хотелось бы конечно успеть и так я очень много пропустила никто у нас за это понятное дело бить не будет но я как бы раз договорились значит нужно сделать я за это поэтому хотелось бы все-таки успеть хотелось бы еще в этом месяце успеть все-таки за июль я в июле не раскрасила в средиземье а мне очень нравится средиземье как вы знаете и мне бы хотелось ее эту иллюстрацию июльскую все-таки доделать ну хотя бы начать если уж не полностью сделать так где я пропустила где не пропустила пока не вижу пока вроде бы все в норме размываются они хорошо достаточно хорошо я не переживаю плюс мне не нужно здесь полного ровного размытия в общем-то где-то размоется где-то совсем не размоется это тоже неплохо потому что как я сказала мне просто хочется чтоб все было в одном цвете плюс минус может 12 еще добавлю хотя не хотелось бы ничего добавлять именно по цвету ну там же как получится не всегда наша хотелось бы и могу получается бывает результат все-таки итог отличается от задумки но как-то так пока что сейчас будем смотреть где добавить где убавить чтобы еще можно взять интенсия не поярче может быть и нужно было начать с них но я пока не знаю по моему мне там не совсем есть оттенок похоже приблизительно похоже на этот но по-моему все-таки отличается вот если есть такой цвет пишите кого-то может интенсия если есть такой оттенок то пишите так ну что так у нас получается вроде бы везде закрасила сижу в пол оборота так как на камеру поэтому не совсем мне удобно и видно где что но по моему вроде бы все закрашено некоторые моменты поярче сделать некоторые по бледней наоборот но это уже будет по размытию в общем вот такая вот у меня получается иллюстрация достаточно интересная некоторых моментах хотелось бы добавить больше чтобы она когда при размытии все таки цвета больше было сейчас будем добавлять как-то до сих пор я еще не научилась до конца на сто процентов камушки красить эти вот еще пока боязно знаете и больше крашу по все-таки по предложенным затемнением и так далее ничего страшного научимся ну и пока результат мне все равно большую часть радует поэтому я сильно не расстраиваюсь так чтобы совсем уж белых пробелов не было немножко по добавляем все таки здесь вот добавим здесь всяких таких цветовых что не знаю зачем 10 динозавр динозавр тут вообще кукуруза но это я кукурузы я вообще скорее всего выделять не буду я не люблю вот это вот то что добавляет кирби аля игра не знаю зачем она здесь поэтому я это закрашу и потом буду смотреть что получится я к сожалению давлю на карандаш и на фломастеры и даже порой очень ведь уже как спилился нужно будет точить но это не страшно ну вот в моем случае быстро они заканчиваются получается как-то девчонки вот так пока что ну не то чтобы прям на сто процентов но пока вроде как и хотелось но потом будем уже выделять отдельные так сказать моменты какие то но пока никак не придумаю что добавить какой цвет на остальное пока пока в раздумьях какой сюда цвет добавить каким это будет цветом пока что думаю пока не определилась вот пишите может у вас какие то есть предложение тоже будет интересно послушать каждый видит по-своему любую иллюстрацию так что будет интересно почитать уху продолжаю свой хобби влог решила штатив уже не ставить быстро вам показать чуть-чуть я раскрасила за июнь вот эту иллюстрацию я показывала июль не успела так как мне не было август тоже уже сделала и все таки мне бы хотелось сделать вот эту иллюстрацию июльскую пока время есть настроение собственно говоря тоже и мне бы хотелось ее уже раскрасить чтобы не было пропущенных иллюстраций не знаю посмотрим получится доделать ее до конца месяца или нет до того момент как буду уже показывает раскрашенная за месяц но хотелось бы конечно успеть так что буду делать я здесь раскрашиваю обычно лирой но последнее время и интенсы здесь и акварель появляются и призмы ну в общем и металлики разные карандашики у меня здесь разные материалы но в целом здесь я смотрю судя по иллюстрации будут опять же и лира и скорее всего интенсы раскрасить вот эти вот камушки и металлики скорее всего будут потому что здесь очень много металла у них ну вот с небом пока не решила это будет акварель или все-таки карандаши акварельный ну в общем подумаю так что буду сейчас раскрашивать эту страничку дабы не было она пропущены на этом наверное буду заканчивать свой небольшой такой хобби влог буду сейчас красить с вами наверное буду прощаться чтобы не растягивать это на очень долгое время спасибо что посмотрели что были со мной пишите комментарии подписывайтесь кому понравилось ставьте лайки рассказывайте чем вы красите какие раскраски больше вам нравятся может кого-то уже какие-то планы на сентябрь новые появились я еще пока не выбирала сентябрьские раскраски хотя уже время поджимает дело к сентябрю и надо бы что-то выбрать для себя чтобы потом не знаете спокойно сидеть красить они сидеть их перебирать туда-сюда думать что мне раскрасить но это будет уже чуть позже так что спасибо что посмотрели хорошего всем настроение в оставшиеся последние денечки лета ну и всем пока пока пока